Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Лестер Сити. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения летсплея на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну и также у нас продолжается наш марафон, как только под этим видеороликом вы набираете 10 лайков, сразу же выходит следующий ролик. Даже если вы наберете там через полчаса, сразу же будет новый ролик для вас, так что дерзайте. Ну что же, у нас сейчас очень опасный матч, причем с которого мы начинаем и дальше, который у нас будет, это Барселона и дальше еще и Манчестер Юнайтед. Очень опасно, конечно, не знаю как состав у меня будет готов-не готов, тем более здесь буквально 4 дня отдыха. Ну а дальше Саундгемптон на выезде и дома играем против Шеффилда. Ну что же, мы сейчас играем против Барселоны, как вы помните, у нас основная задача этой карьеры это выиграть Лигу Чемпионов. И вот сейчас мы играем дебютный для нас матч в Лиге Чемпионов. Посмотрим, кто у нас готов, в принципе, по составу. Как я вижу, у нас абсолютно все ребята, это очень даже хорошо, готовы именно стартового состава, поэтому я, скорее всего, рискну и против Барселоны выпущу свой стартовый состав. Может быть, я его буду ротировать, естественно, по ходу игры, чтобы несколько игроков из основы все-таки сыграли еще и против Манчестер Юнайтеда. Что у них составом? Это на воротах Альба, Ленгле, Пике, Флоренце, кстати, они еще подписали, Де Йонг, Бускец, Пьянич, Дембелей, Акампасов мы видим еще в стартовом составе, ну и Лионель Месси в нападении. По скамейке запасных могу выделить только Трубина, вот, ну и все, таких прям тут интересных игроков-то больше нету, есть какой-то Васки с Журу из новичков, мне кажется, вот это вот прям все. Поэтому не знаю, стоит ли нам бояться Лионеля Месси с капитанской повязкой, но посмотрим. Ну что же, Барселона против Лестера, поехали. Итак, Камп Ноу, Барселона принимает Лестер-Сити, ну вы просто посмотрите. Наконец-то мы на таком, ну, замечательном действительно стадионе, мирового, можно сказать, уже даже достояния, и сыграем с одной из лучших команд мира, Европы, Испании, это будет очень интересный вызов для нас. Так, пошли, пошли, вот они эти стеночки, забегания, Лионель Месси и сразу же 1-0, ну вы просто посмотрите. Девятая минута, первая же атака была у Барселоны и сразу же мы пропускаем, ну вот как-то так. Девять минут мы впервые поучаствовали в Лиге Чемпионов и все, сразу же пропускаем. Вернер, Лаутару Мартинес нужно сравнивать, 1-1. 32-ая минута, Лаутару Мартинес забивает, забивает у нас пока что в этом матче аргентинцы. Ну и вот, как-то так, Лаутару Мартинес сравнивает счет на Кампноу, Джерард подгоняет игроков, что ни в коем случае нельзя расслабляться, только сделали полдела, сравняли счет. Чингизундер с мячом, у него Хорди Альба. Ох, как здесь интересно, и Тиму Вернер, 2-1, Лестер выходит вперед на Кампноу, вы просто посмотрите. Камбэк произошел в первом же туре Лиги Чемпионов у нас, забиваем двушечку Барселоне. Нам не привыкать, в принципе, отыгрываться против сильных команд, такое мы показывали в прошлом сезоне, против ПСЖ в финале Лиги Европы. Ну и вот, Тиму Вернер, замечательно отыграл Гризман, выходит вместо Пьянича, Барселоне нужно теперь обязательно забивать. Время еще есть, 29 минут, и мы немножечко давайте даже в оборону бы, я бы пошел. Все-таки ведем в счете. И все, минимальная победа Лестер Сити на Кампноу, то есть это уже такое великое достижение на Кампноу, еще и в Лиге Чемпионов мало кто побеждал, именно из команд соперника Барселоны. Ну замечательно, Лаутаро Мартино, Тиму Вернер, волевая победа, ребята действительно молодцы. Ну, по ударам уж точно мы наиграли на 20 забитых мяча и на победу уж точно. Вернер, игрок матча. Итак, ну что же, после первого тура Лиги Чемпионов мы занимаем вторую строчку, потому что Шахтер разнес Миделленд со счетом 4-1. Ну, как я и сказал, если получится обыграть Барселону, то уже можем и на первое место заикнуться, но надо теперь против Шахтера Миделленда уверенно отыграть. Ну, сейчас у нас игра против Манчестера Юнайтеда, очень бы хотелось, чтобы все мои игроки основного состава были к ней готовы. Болельщики недовольны, как играет Анана, я не знаю, но у гола Лианеля Месси стоит ли только из-за этого разочаровываться болельщикам, не знаю. Вернер, становление нового таланта и переговоры по поводу Торреры зашли в тупик. Так, он, говорят, является ключевым своим игроком, но вот на Торреру нам, к сожалению, денег и не хватило. Так, а кто у нас там еще-то был? Торрера. Так, а мы сейчас по рейтингу, да, лучше выстоим. То есть, по Родри, я не помню, мы... Так, уже Родри не продаются, как нам тут говорят. Торрера тоже. Что по Закарии. В клубе не против нам его продать. Поэтому давайте сейчас выставим. Попробуем договориться. Так, здесь пока что все. Что у нас тут? По поводу Райса сейчас тоже. Просто два предложения сразу отправляем. Райс, Закария. С кем договоримся, с тем и договоримся. Так, ну а мы переходим к игре с Манчестер Юнайтед. Мы играем дома. Последний раз мы их обыграли со счетом 1-0. Ну вот и Анана не готов. Но у нас есть Шмехель в любом случае. Рикардо Перерре не готов будет играть Костагне. Но в принципе... Так вот еще сделаю. Что Гомес может на позиции правого защитника сыграть. 81 у него будет рейтинг. Вот Суинсу уже не очень. Поэтому как-то так. Ну все, будем основным составом таким вот играть. Вот как-то так. Ну и Тилимант снова с капитанской повязкой. Напомню, последний раз мы обыграли Манчестер Юнайтед со счетом 1-0. В финале Кубка Англии. Ну сейчас Премьер Лига. Поехали. Итак, King Power Stadium. Лестер Сити против Манчестер Юнайтеда. Английская Премьер Лига. Третий тур. Поехали. Стартовали мы не очень в Английской Премьер Лиге. У нас две ничьи на старте. Против Норвича и против Брайтона. Но вот зато, говорю же снова, победа над Барселоной. В единоборство Тилимантса. Вот здесь нарушение и очень опасная дистанция на самом-то деле. С которой и пробить могут. Там и Бруно Фернандеш. Ну конечно, 1-0, 17-ая минута. Но вот кто бы сомневался. Именно в этом матче мы снова пропускаем. 1-0, 17-ая минута. Надо теперь любой ценой нам отыгрываться. И Ригелон на подачу. Это 1-1. Вы посмотрите, какой голешник забивает Лаутару Мартина с ворота Манчестер Юнайтеда. Топовый гол с голевой от Ригелона. Действительно, пушечный сейчас был момент. Смотрим еще раз. Мэдисон на Вернера. Вернер увидел забегание Ригелона. Подача выбегает. И ножницами под самую перекладину. 1-1. Получается у нас снова отыграться. Мы сегодня уже от Барселоны отыгрывались. Поэтому я не знаю, как у нас сейчас второй тайм будет складываться. Остаток, точнее, 20 минут. Так, Телеман замечательно. Ну и снова здесь, смотрите. Ну нет, ну как вот такая хренотень-то проходит? Вы серьезно? Под самый конец матча. То есть, ну очень обидно. От штанги еще и рикошетом аккуратненько на ножку. И все. Даже не дали нам времени продолжить. 2-1. Проигрываем Манчестеру. Хотя играли на ничью. Больше их били. Но здесь полностью игра была за них. 2 у них отскока. Один со штрафного они забили, со скрипта. Другой здесь. Ну очень обидно. Мы опускаемся аж на 14-ю строчку. За 3 тура мы стартовых не могли ни разу победить. Болельщики недовольны тем, как играет Анана. Но это старые новости. Хотя и Шмехель сейчас. Ну тут к нему мало вообще претензий. Там 2 со скрипта забито. Так. Договорились мы по поводу и Закарии, и Райса. На самом деле я бы лучше Закарию взял. Хотя тут 2 года 3. 3 года разницы между Райсом и Закарией. И плюс 2 рейтинга. Я бы не знаю. Правда не знаю. Стоимость у них практически одинаковая. По зарплате так же. Поэтому тут либо Закария, Райс. Разницы особо и нету. Только рейтинг и возраст. Не знаю. Не факт, что Райс за эти 2 сезона. За 3. За 3 сезона наберет рейтинг 85. Ну не факт просто. Итак. А у нас сейчас выездная игра против Саунгэм. Вот она. Они идут там скорее всего выше нас. Хотя нет. Они на старте проиграли 3 игры. Вот они сейчас в зоне вылет. Поэтому здесь мы обязаны, мне кажется, просто уже выигрывать. Набирать наши первые очки. Так. Ну не сыграет, как мы видим, Куанате. Давайте Саюнцу. Вроде как более-менее что-то он готов. Вместо Ниди будет Чудхури. Ну и также Варди в нападении. И Айоза Перес справа. Пока что, правда, не знаю. Отдаю, естественно, капитанскую Варди. Вместо Вернера на скамейку возьмем Абрахама. Ундер пусть отдыхает. Ну и все. Вот таким составом мы выйдем против Саунгэмптона. Надеюсь, что что-то у нас да и получится. Саунгэмптон против Лестера. Поехали. Итак, Сайт Мэри Стадиум. Саунгэмптон принимает Лестер Сити. Поехали. 1-0. Отлично. 61-я минута. И мы наконец-то за этот выпуск забили первые. И снова забивает у нас Лаутаро Мартинес. Третий матч подряд он забивает. Ну именно в сегодняшнем он забил и Барселоне, и Манчестер Юнайт. Вот это вот сейчас Саунгэмптону. Но неплохую форму, я говорю, он набрал. Ему бы стоило адаптироваться пораньше, в прошлом сезоне. Хоть он пришел в середине сезона, но все равно свои голы он там забивал. И все. Слава Богу, у нас первая победа в английской премьер-лиге. Обыграли Саунгэмптону, у которых теперь уже четвертое подряд поражение идет. Но если мы бы их не обыграли, это был бы просто позор. Слава Богу, получилось. Сейчас у нас еще игра будет против Шеффилда. Мы играем, правда, дома. Ну и Алаутар стал лучшим игроком матча. После четвертого тура мы поднимаемся на одиннадцатую строчку. Итак, новости. Вырванная победа. И вот это меня больше всего удивило. Новичок Абрахам превосходит все ожидания. Но он как-то плоховато, мне казалось, сыграл. Нам еще нашли одного опорника. Тьяго, да, наверное? Да. Но это уж точно не опорник. Тем более ему 30 лет. Поэтому брать не будем. Травмирован Абрахам в октябре только вернется. Не знаю, когда там успел. Встык, наверное, пошел в конце уже. Ну что, сейчас у нас игра против Шеффилда. Абрахам вылетает на 6 дней. Шмейхель в старте. Также будет играть Гомес вместо Санчеса. Дам, так сказать, отдых. Выпущу Праэта. Рискну на самом деле. Рискну, но ничего мне не остается делать. Вместо Барнца берем Айозу Переза. И Варди выйдет в старте. Сегодня вместе с Тимом Вернером. Лаутаро пока что на скамеечке. Ну и также Анхелинью в стартовом составе. Так, ну и Варди до Катеринского повязка. Все. Вот таким составом мы выходим против Шеффилда. Лестер. Шеффилд Юнайтед. Поехали. Итак, Лестер Сити против Шеффилд Юнайтеда. Кинг Пауэр Стэддиум. Английская премьер-лига. Поехали. Чтобы наиграть на эту победу. Ну. 1-0. Вот так вот. Вернер на 90-й минуте уже просто забивает. Слава богу, получилось здесь. Как-то ну вот прям затолкали. Вот просто затолкали. Смотрим еще раз. Здесь Мэдисон неплохо отдал. Вернер. Прайд на Варди. Варди здесь пробил. Ну и здесь ну просто здесь. Доли секунды и Долкидр бы достал. Там он буквально пальцы, наверное, уже кончиками доставал. Но на 90-й минуте. Вот так вот обидно, как и нам забивал Манчестер. Мы все-таки забили, выиграли. Отлично. Вторая победа подряд в английской премьер-лиге. Правда, снова у нас она минимальная. Но ничего. Будем решать. Я надеюсь, эту проблему нужно нам почаще забивать. Именно на стартовых минутах. Получается только забить либо в концовке матч, когда уже все уставшие. Либо никогда. После пятого тура мы поднимаемся на девятую строчку. У нас отставание в 7 очков до первого места. На котором, кстати, Кристал Пелос ни разу не проиграл за 5 туров, как и Ливерпуль. Ну что же, на этом все. Заканчиваем сегодняшний выпуск. Получилось у нас добыть 3 победы. Одно очень обидное поражение от Манчестера Юнедеда, которую просто ничью упустили в концовке из-за каких-то отскоков. Еще и гол со штрафного. Здесь где-то игра действительно была на стороне Манчестера. Поэтому на этом все, ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жид. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова